В Тольятти по случаю праздника весны и труда зажигали сварщики, готовили закуску повара и чокали с ковшами с минералкой экскаваторщики. Там к 1 мая приурочили первый российский чемпионат профессионального мастерства во владении навыками и инструментами. Соревновались те, кого принято называть представителями рабочих специальностей. Сегодня потрудиться придется жюри. Оно определит победителей, которые в июле поедут на международный чемпионат в Германию. Все ли работы хороши и что выбрать на вкус, посмотрел Михаил Чернов. Поехали. На этих 10-тонных махинах они могут даже вальс танцевать. Но сегодня учащиеся Кирсановского аграрного техникума на потеху зрителям играют в баскетбол и наливают всем гостям минералку огромными ковшами. Показательное выступление тамбовских трактористов вне конкурса. Настоящее тракторное искусство наполнить пластиковый стаканчик по верхнюю кромку. Не больше, не меньше. Идеально, если не капли мимо. Это и есть местный колорит. Номинаций тракторное искусство фигурного вождения нет больше нигде в мире. В международном чемпионате профессионального мастерства среди молодых специалистов WorldSkills Россия участвует впервые. Вице-президента Стефана Першла эти русские уже удивили дважды. Своей спешкой, когда подготовили грандиозные мероприятия в столь сжатые сроки, меньше чем за два месяца. И своей неспешностью. Соревнования близятся к финалу, но многие участники не торопятся. Русский дух – это умиротворенность. У вас работают в развалочку, неспешно. Всего 22 номинации. Этот конкурс должен поднять престиж рабочих профессий. Нас к ним относят, например, сварщиков, каменщиков, поваров, парикмахеров. В мире же в число рабочих попадают еще и IT, и робототехника, и мехатроника. Хотя сварщиков и представителей строительных специальностей на этом чемпионате больше всего. Пока одни демонстрируют мастерство владения всеми типами сварки, другие возводят кремлевскую стену и Большой театр. Если честно, то сложно. На взгляд, кажется, тяжело, легко, а на самом деле я уже сам офигеваю. Дошло до курьезов. Плиточнику из Кирова Роману Гордееву, в отличие от конкурентов, московский Кремль пришлось выкладывать черным. Плитки на всех участников не хватило. Это просто плитка такая выпала. Так она же должна быть вроде бордовая. Ну, должна. Для москвича Дмитрия Осюхина этот чемпионат как очередная победа над самим собой. В 17 лет попал в аварию. Черепно-мозговая травма и почти два месяца в реанимации. Несмотря на это, за его плечами победа в региональном конкурсе профмастерства. Как заново родился. Ничего не до конца может реабилитироваться. Плохая координация. И у меня иногда бывает расстояние нарушаю. Главная цель конкурса – выработать профессиональные стандарты, говорят организаторы. Потому что учат в России везде по-разному. Да и сама подготовка в профучилищах от идеала далека. Вот тут уже ничего не подделаешь. Вот как есть, так и есть. У нас в колледжах не знают, чему готовить. Накануне судьям пришлось понервничать. Соревнования по сварке оказались под угрозой срыва. Какой-то посторонний человек пытался украсть протоколы промежуточного судейства. То есть он ворвался, ну каким-то образом. То есть страсти накаляется очень серьезно. На кону путевки на международный чемпионат в Германию. Состав российской сборной профессионалов определят на первомайские праздники. По избежанию недоразумений за судейскими протоколами здесь теперь следят крайне внимательно. Михаил Чернов, Сергей Скворцов, Олеся Аргеткина, НТВ, Ториэти, Самарская область.